Девушки отдыхают Мистер Дженсен, вы живы? Да Мне придется на время уехать, чтобы меня не выследили Если вы не против, я хотела бы лично с вами попрощаться Встретимся у вас дома Откуда вы знаете, где это? Я занимаюсь хакингом с шести лет Узнать, где кто живет, нетрудно Приветствую, мистер Дженсен Вы неплохо устроились Вы пришли ко мне домой, а я пришла к вам Знаете, о человеке немало можно сказать Потому, чисто ли у него дома, когда он не ждет гостей Интересно, что обо мне подумают полицейские? То есть вас все-таки выследили? Это вопрос времени Сегодня мы пробили защиту Пелисейда Через этот пролом мы сможем раскрыть Все хранившиеся в клинке грязные секреты Через пролом? То есть вы не стали закрывать пробитую дыру? А зачем? Да это и невозможно Новости о нашей вылазке уже распространяются по Даркнету Риперы будут целыми днями атаковать серверы Пелисейд И это хорошо, мистер Дженсен Мы этого и хотели Я хотел узнать, чем на самом деле занимается этот банк Но мы нашли совсем немного Надеюсь, другие раскопают больше, чем удалось нам Все изменилось Уже сейчас, в эту самую минуту Тысячи риперов понемногу извлекают хранящиеся в банке данные Пока это крохи Но кто знает Возможно, им удастся покончить с Пелисейдом и его основателями Надеюсь Послушайте У вас больше нет дома Что будет дальше? Мы еще не решили Переезжаем или в Калифорнию, или в Аргентину Пока понятно одно В Европе Шэдоу Чайлб больше не увидит А сейчас мне пора Но Клярс на экране недоволен проломом Похоже, восстанавливать отношения нам придется очень долго Как лучше намекнуть, что ему нужен психотерапевт? Лучше никак Чао, мистер Дженсен Чао Ну что, Дженсен Похоже, нам удалось ускользнуть Нас с тобой так и не нашли Шэдоу Чайлб повезло меньше Она уезжает Знаешь, между нами Мне кажется, что она сама этого хотела У нее были варианты Мы собирались тихонько изучить данные Санго А в результате устроили какой-то глобальный фестиваль хакинга Зато она тебя будет еще Не важно Ты помнишь, что мы там нашли? Что Аширо и Талвар убили Симону Саритакис Чтобы скрыть свои инсайдерские сделки? И что этот Стэнтон Дауд их шантажирует Требуя полного доступа к данным всех их клиентов Ты что-нибудь о нем узнал? О нем много и не узнаешь Он потомственный миллиардер Серьезно зарабатывает редко Склонен скорее избегать убытков Этого мало кричит Аширо говорил о людях, которых представляет Дауд Ну, если хочешь, я еще поищу Но вообще, у нас с тобой на руках готовое дело против владельцев банка Правда, мы не можем использовать наши улики, потому что получили это из-за этого Именно И что нам с этим делать? Опубликуем все полученное в Даркнете Мир должен узнать, что Пэль о своих машинах И, возможно, расследование будет продолжено Стоит об этом узнать Рипперам и до мира, они это донесут Возможно, они даже раскроют убийство Симона Как скажешь А что у тебя с твоим моментом? Ты нашел что-нибудь интересное в Факасе? Я еще не закончил с анализом Пока что проект Рабии кажется вполне разумным Если не считать крайне сжатых сроков Это необходимость Если акт о восстановлении человечества примут Многим придется срочно переезжать туда Пока непонятно, хорошо это или плохо Но... Надеюсь, до этого не дойдет, Джинсон Очень надеюсь Я тоже Что ж, наша вылазка была весьма интересной Однако мне пора... Возвращаться к своим обычным унылым обязанностям Да, я понимаю Мне и самому Нужно составить отчет для клиента Знаешь, Джинсон Вероятно, больше нам не придется Поработать вместе Если, конечно, ты не начнешь спасать мир И не свяжешься со мной полумертвый В надежде, что я... До встречи, Фрэнсис Будь осторожен Определенные факты заставляют поверить в практически невозможное Похоже, на этой неделе в Праге был взломан самый защищенный банк данных современности Свидетели сообщают, что у одного из знаменитых клинков банка «Пелисейд» наблюдается подозрительная активность, которая и породила слухи о взломе Также в новостях Источники сообщают, что подпольные сайты распространяют непроверенную информацию По их сведениям, основатели банка «Пелисейд» Ашани Талвар и Масаки Ашира замешаны в тайной торговой операции Сейчас оба фигуранта за рубежом, но нам сообщили, что в ближайшие дни они проведут пресс-конференцию С вами Элиза Касан в прямом эфире на Пик Ньюз Девушки отдыхают когда он не ждет гостей. Интересно, что обо мне подумают полицейские? То есть вас все-таки выследили? Это вопрос времени. Сегодня мы пробили защиту Пелисейда. Через этот пролом мы сможем раскрыть все хранившиеся в клинке грязные секреты. Через пролом? То есть вы не стали закрывать пробитую дыру? А зачем? Да это и невозможно. Новости о нашей вылазке уже распространяются по Даркнету. Риперы будут целыми днями атаковать серверы Пелисейда. И это хорошо, мистер Дженсен. Мы этого и хотели. Неужели? И что в этом хорошем, если Риперы начнут взламывать личные аккаунты невинных людей, нарушать тайну личной жизни? Риперы никогда такого не сделают. Наша цель корпорации и те, кто злоупотребляют властью. Но как вы узнаете, кто они? Это невозможно, если не изучить их личную жизнь. А значит, вы станете такими же, как они. Понятие личной жизни исчезло, еще когда все стали пользоваться бесплатной электронной почтой и смартфонами. Я... Слушайте. Я могу говорить об этом часами. Но не буду. Что сделано, то сделано. С этим не поспоришь. Послушайте. У вас больше нет дома. Что будет дальше? Мы еще не решили. Переезжаем или в Калифорнию, или в Аргентину. Пока понятно одно. В Европе Шэдо Учайлд больше не увидит. А сейчас мне пора. Ноклерс на экране недоволен проломом. Похоже, восстанавливать отношения нам придется очень долго. Как лучше намекнуть, что ему нужен психотерапевт? Лучше никак. Чао, мистер Дженсен. Чао. Ну что, Дженсен, похоже, нам удалось ускользнуть. Нас с тобой так и не нашли. Шэдо Учайлд повезло меньше. Она уезжает. Знаешь, между нами. Мне кажется, что она сама этого хотела. У нее были варианты. Мы собирались тихонько изучить данные Санто, а в результате устроили какой-то глобальный фестиваль хакинга. Зато она тебя вытащила. Неважно. Ты помнишь, что мы там нашли? Что Ашира и Тава рубили Симону Саритакис, чтобы скрыть свои инсайдерские сделки? И что это Стэнфонда? Вот их шантажей. Требуя полного доступа к данным всех их клиентов. Ты что-нибудь о нем узнал? О нем многое не узнаешь. Он потомственный миллиардер. Серьезно зарабатывает редко. Склонен скорее избегать убытков. Этого мало прийдет. Ашира говорил о людях, которых представляет народ. Ну, если хочешь, я еще поищу. Но вообще, у нас с тобой на руках готовое дело против владельцев банка. Правда, мы не можем использовать наши улики, потому что получили их незаконно. Именно. И что нам с этим делать? Что насчет вдовца Симона Саритакису? Я встретил его прямо перед походом в банк. Да? Он все еще не принял смерть своей жены. И он знал, что в этом замешанный владельцы банка. Давай передадим миги. Любопытно. Да, себя мы таким образом обезопасим. Но тебе не кажется, что Саритакис договорится с Пелисейдом безо всяких судов? Деньги его не интересуют. Он хочет разрушить жизнь Ашира и Таук. Это идеальный вариант. Как скажешь. А что у тебя с твоим клиентом? Ты нашел что-нибудь интересное в фармах, Санта? Я еще не закончил с анализом. Пока что проект Рабии кажется вполне разумным, если не считать крайне сжатых сроков. Это необходимость. Если акт о восстановлении человечества примут, многим придется срочно переезжать туда. Пока непонятно, хорошо это или плохо, но надеюсь, до этого не дойдет, Джинсон. Очень надеюсь. Я тоже. Что ж, наша вылазка была весьма интересной. Однако мне пора... Не возвращаться к своим обычным унылым обязанностям. Да, я понимаю. Мне и самому нужно составить отчет для клиента. Знаешь, Джинсон, вероятно, больше нам не придется поработать вместе, если, конечно, ты не начнешь спасать мир и не свяжешься со мной полумертвый в надежде, что я... До встречи, Фрэнсис. Будь осторожен. Определенные факты заставляют поверить в практически невозможное. Похоже, на этой неделе в Праге был взломан самый защищенный банк данных современности. Свидетели сообщают, что у одного из знаменитых клинков банка Пелисейд наблюдается подозрительная активность, которая и породила слухи о взломе. Тем временем, местный юрист сообщил о буликах, указывающих на то, что к смерти сотрудницы Пелисейд Симоны Середакис могут быть причастны основатели банка Ашани Талвар и Масааки Ашира. В таком случае супружеской чете есть, что объяснить публике. С вами Элиза Касан в прямом эфире на Пик Ньюз. Приветствую, мистер Дженсен. Вы неплохо устроились. Вы пришли ко мне домой, а я пришла к вам. Знаете, о человеке немало можно сказать потому, чисто ли у него дома, когда он не ждет гостей. Интересно, что обо мне подумают полицейские? То есть вас все-таки выследили? Это вопрос времени. Сегодня мы пробили защиту Пелисейда. Через этот пролом мы сможем раскрыть все хранившиеся в клинке грязные секреты. Через пролом? То есть вы не стали закрывать пробитую дыру? А зачем? Да это и невозможно. Новости о нашей вылазке уже распространяются по Даркнету. Риперы будут целыми днями атаковать серверы Пелисейд. И это хорошо, мистер Дженсен. Мы этого и хотели. Это вы и хотели. Мы собирались действовать скрытно. Нас не должны призаметь. Вы подставили нас под удар. Ради всеобщего блага. У вас есть право злиться, но что сделано, то сделано. Ситуация была экстренная. Я сделала то, что было нужно, чтобы вытащить оттуда вас с Nuclearsnake. Так скажете. Послушайте. У вас больше нет дома. Что будет дальше? Мы еще не решили. Переезжаем или в Калифорнию, или в Аргентину. Пока понятно одно. В Европе Shadow Child больше не увидят. А сейчас мне пора. Nuclearsnake крайне недоволен проломом. Похоже, восстанавливать отношения нам придется очень долго. Так лучше намекнуть, что ему нужен психотерапевт. Лучше никак. Чао, мистер Дженсен. Чао. Ну что, Дженсен, похоже, нам удалось ускользнуть. Нас с тобой так и не нашли. Shadow Child повезло меньше. Она уезжает. Знаешь, между нами, мне кажется, что она сама этого хотела. У нее были варианты. Мы собирались тихонько изучить данные Санто, а в результате устроили какой-то глобальный фестиваль хакинга. Зато она тебя вытащила. Не важно. Ты помнишь, что мы там нашли? Что Ашира и Талвар убили Симону Саредакис, чтобы скрыть свои инсайдерские сделки. И что этот Санто, да, вот их шантажит. Требует полный должным данным всех клиентов. Ты что-нибудь о нем узнал? О нем много и не узнаешь. Он потомственный миллиардер. серьезно зарабатывает ред, склонен скорее избегать убыток. Этого мало, Тричард. Ашира говорил о людях, которых представляют данные. Ну, если хочешь, я еще поищу. Но вообще, у нас с тобой на руках готовое дело против владельцев банка. Правда, мы не можем использовать наши улики, потому что получили их незаконно. Именно. И что нам с этим делать? Мы все уничтожим. Публиковать найденное слишком опасно. Серьезно? Ашира и Талвар весьма мудро распоряжаются деньгами, копаясь в конфиденциальных материалах своих клиентов. И сами они это делать не прекратят. Их нужно остановить. Знаю. Но стоит нам опубликовать эту информацию, мы спугнем данные вместе с теми, кого он представляет. А они мне нужны гораздо больше. Как скажешь. А что у тебя с твоим людьми? Ты нашел что-нибудь интересной информации? Я еще не закончил с анализом. Пока что проект Рабии кажется вполне разумным, если не считать крайне сжатых слов. Это необходимость. Если акт о восстановлении человечества примут, многим придется срочно переезжать туда. Пока непонятно, хорошо это или плохо. Но... Надеюсь, до этого не дойдет, Джейнсон. Очень надеюсь. Я тоже. Что ж, наша вылазка была весьма интересной. Однако мне пора... Возвращаться к своим обычным унылым обязанностям. Да, я понимаю. Мне и самому нужно составить отчет для клиента. Знаешь, Джейнсон, вероятно, больше нам не придется поработать вместе, если, конечно, ты не начнешь спасать мир и не свяжешься со мной полумертвый в надежде, что я... До встречи, Фрэнсис. Будь осторожен. Определенные факты заставляют поверить в практически невозможное. Похоже, на этой неделе в Праге был взломан самый защищенный банк данных современности. Свидетели сообщают, что у одного из знаменитых клинков банка Пелисейд наблюдается подозрительная активность, которая и породила слухи о взломе. Несмотря на присутствие большого числа полицейских, управляющие клинка утверждают, цитата, «Не стоит верить слухам о взломе нашего прекрасно защищенного банка». Конец цитаты. Ашани Талвар и Масааки Ашира, супруги, вместе основавшие корпорацию Пелисейд, от дальнейших комментариев отказались. С вами Элиза Касан в прямом эфире на Пик Ньюз. Этого вы и хотели. Мы собирались действовать скрытно. Нас не должны были забыть. Вы подставили нас по мне. Ради всеобщего блага. У вас есть право злиться, но что сделано, то сделано. Ситуация была экстренная. Я сделала то, что было нужно, чтобы вытащить оттуда вас с нуклеер, Снэйк. Как скажете. Я не сумел выполнить вашу просьбу. Да. Но ничего. Хватит и того, что мы добрались до Талвара и Ашира. Так или иначе, Леона догадается, что я в этом участвовала. Послушайте, у вас больше нет дома. Что будет дальше? Мы еще не решили. Переезжаем или в Калифорнию, или в Аргентину. Пока понятно одно. В Европе Шэдоу Чайлд больше не увидит. А сейчас мне пора. Нуклеерс на экране недоволен проломом. Похоже, восстанавливать отношения нам придется очень долго. Как лучше намекнуть, что ему нужен психотерапевт? Лучше никак. Чао, мистер Дженсен. Чао. Ну что, Дженсен, похоже, нам удалось ускользнуть. Нас с тобой так и не нашли. Шэдоу Чайлд повезло меньше. Она уезжает. Знаешь, между нами, мне кажется, что она сама этого хотела. У нее были варианты. Мы собирались тихонько изучить данные Санто, а в результате устроили какой-то глобальный фестиваль хакинга. Зато она тебя вытащила. Неважно. Ты помнишь, что мы там нашли? Что Аширы и Талвар регулярно просматривали конфиденциальные материалы своих клиентов и делали на этом миллионы? Вот это я называю вторжение в личную жизнь высшего класса. И это еще не все кричат. На записи Аширы и Талвар минули смерть церкви Дэкис. Думаю, она как узнала о том, что они делают. А они ее за это убили. Ты что-нибудь узнал о Стэнто, Недоводи? О нем много и не узнаешь. Судя по всему, он потомственный миллиардер. Серьезно зарабатывает редко. Склонен скорее избегать убытков. Аширы говорил о людях, которых представляют Дарву. Это вам мало причин. Ну, если хочешь, я еще поищу. Хотя мне кажется, что это пустая трата времени. Насчет твоего расследования смерти с Эридакис. Возможно, ты и прав, но прямых улик у нас нет. Да, их инсайдерские сделки это любопытно, но использовать эту информацию сложную. Потому что мы получили ее путем в судовую, то есть совершив то же преступление. Именно. Ну что? Что будем делать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok